В Минске подписан протокол о режиме прекращения огня на востоке Украины. Он должен начать действовать 5 сентября с 18 часов киевского времени. Подписание этого документа стало результатом переговоров трехсторонней контактной группе по кризису на Украине с участием сепаратистов, а также представителей Украины, России и ОБСЕ. Перед началом переговоров вблизи Мариуполя и под Донецком шли бои между сепаратистами и украинской армией. На саммите в Уэльсе генсек НАТО Андрес Фокрасмусен заявил о выделении помощи Украине в размере 15 миллионов евро. Средства будут распределяться через трастовые фонды. Деньги пойдут на реформирование и модернизацию армии. Некоторые страны НАТО готовы поставлять Украине оружие на двусторонней основе. Об этом заявил Петр Порошенко. Лидеры США и ряда европейских государств высказались за ужесточение штрафных мер против России. Европейский Союз намерен подождать итогов встречи в Минске контактной группы по Украине. По данным СМИ, новые меры могут затронуть министр обороны России Шойгу, а также еще 20 человек из окружения российского президента. Президент Франции назвал условия для поставки России вертолетоносцев в Мистраль. По словам Франсуа Алланда, Москва сможет получить корабли только после достижения перемирия на востоке Украины. Лидер Франции также добавил, что в случае обострения ситуации поставка кораблей будет задержана, но Париж не собирается приостанавливать контракт с Россией. Крупнейшая авиакомпания Германии Люфтганзе отменяет в пятницу более 200 рейсов. Связано это с забастовкой пилотов. Рейсы будут приостановлены в основном на внутренних и европейских линиях из аэропорта Франкфурта и обратно.